Меня попросили сразу перейти с конца. Главное. Главная моя презентация следующая. Миссель, которую я сейчас озвучу. Нельзя просто идти и отправить основу. Вот и главная мысль. Держите её в голове. Сейчас мы о ней поговорим. Итак, решим. Здравствуйте, где ты нашел? Кто наш турец? В силу некоторой специфики, наша компания занимается малым средним бизнесом и образовательным чертей. Мы выйдем на крупные предприятия. У нас план к этому следующий год, когда мы будем готовы. Сейчас у нас не совсем готовы. У нас процесс реорганизации переделки из самой компании. Мы занимаемся средним малым бизнесом. Что хочет средний малый бизнес, я думаю, вы примерно представляете. С вами когда-то были, даже если не были. На самом деле представляете. Это дёшево и перспективно. А, и вчера, естественно. Что требуется образовательное учреждение? Дёшево. Потому что образовательное учреждение много раз бюджета не имеют. Либо они имеют бюджет в такой формулировке на покупку программного обеспечения. Скажем, школа у нас имеют бюджет на покупку программного обеспечения. И службы туда не влезут. Либо мы не можем продать лицензии, например, на бесплатное программное обеспечение, потому что надо поставить за мошенничество. Нам приходится сказать, что деньги должен есть. Образовательное учреждение требует соответствовать требования министерства, которые меняются постоянно. Малый бизнес требует соответствовать, ну опять же, требования всяких там алгоритмов, которые тоже меняются каждый год, и бизнес-процессы, которые тоже меняются. По сути, требования примерно один и те. Мы случайно так объяснили. Просто работают истине с другим, что требования примерно один и те. Что они на самом деле хотят? На самом деле они хотят. Держивать сервисно, быстро, стабильно, надежно и доработку под себя. Ну, что касается быстро, стабильно, надежно, я думаю, тут вопросов нет. Доработок от себя – это то, что приходится каждому нашему клиенту. Как у нас один из докладчиков сейчас передо мной заявлял на предыдущей секции, все считают себя уникальным. То есть каждый клиент приходит и говорит, у меня уникальный бизнес-процесс, каждое заработное учреждение приходит, у меня уникальный бизнес-процесс. На самом деле среди школ, с чего наблюдается, среди коммерческих клиентов нет. Им нужно вот это все, им нужно доработать от себя, им нужно наличие некой перспективы. Все это прекрасно решается с помощью сромного программного освещения. В первую очередь за счет доработок. В первую очередь за счет муливых стоимости лицензии, а суд в виде лицензионных исдержек. Я подчеркиваю, лицензионные исдержки – это не только стоимость лицензии, но и стоимость этого всего. Расширение, добавление нового пользователя, добавление новых процессов, добавление переездного ования инфинута, например, не все лицензии в коммерческом. Я думаю, вот этот слайд комментирует, надо способный сейчас знать. Далее, надо понимать то, что клиент в малом бизнесе это не обязательно технический малый бизнес. У нас есть, конечно, стартапы. Стартапы в наших услугах не нуждаются. То есть, если стартапы коммерческой компании, которая занимается какими-нибудь IT-технологиями, мы нужны не сами с усами. Как правило, малая бизнеса — это, ну скажем, у нас есть клиент, его зовут Андрей, он водитель. Он водитель, он поставил запчасти для японских аномарок, 3 года ему это надоело, он заказал контейнер, теперь он читает точки по городу. Он не умеет отправлять смс. Я боюсь ему показывать Айфлеско, потому что не могут разыгрываться просто. Понимаете? Более того, когда мы заходим с Айфлеско, первый вопрос, который возникает, вообще эта штука за пределами маха работает, потому что там все картиночки, если кто был на сайте, все картиночки «Чувак с айфоном», «Чувак с айпадом», «Чувак с айфоном», «Чувак с айпадом», «Чувак с аймахом». Малому бизнесу, по крайней мере, в нашем регионе, эти картиночки показывают опасно. Они решат, что не придется купить айфон, айфон в нашу культуру никогда не держат. Ну вот. Первое, значит, то, что клиенты – это не всегда IT, и второе, то, что клиенты, как правило, не имеют ничего. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас в зале инграды? Давайте продолжим. Продолжим теорию поднимания рук. Практика поднимания рук. Есть ли в зале инграды? Вот. Не может, да? А есть ли в зале внедренцев? Правильно. Понимаете? Те же самые люди. Совершенно справедливо. У нас, особенно в малом бизнесе, внедренцы и интеграции – это одни тяжелые. Более того, за шесть лет существования нашей компании мы в этом марте впервые получили заказ на интеграцию. До этого были только внедрены. Потому что, чтобы интегрировать что-то ненужное, надо сначала поставить что-то ненужное, а потом уже интегрировать. Как правило, инфраструктуры нет вообще. Мы приходим, у нас на 3-2 компьютера, 1С и продажа. И все. Надо нужно что-нибудь поставить. Соответственно, возникает вопрос о том, что интегрируется, и чем интегрировать. Торпеты пропущутся полностью. Знаете? Пример интеграции я тоже пропущу. Это тоже все известные продукты. Торпеты интегрируются. Перейдем сразу туда к делу. Интеграция бывает разная. Бывает интеграция тесная, бывает интеграция складная. Бывает интеграция, например, на уровне автоматической настройки. Кто работал со связкой Microsoft Exchange и Microsoft Outlook, он знает то, что пользователь заведённого Active Directory, и тут же получает настроенный Exchange в своем Outlook. Он открывает Outlook и мы сработали. Это пример тесной интеграции. Соматически настроена. Дусторонняя интеграция в реальном времени тоже из той же оперы, когда мы можем данные из одной системы редактировать в другую. Сейчас кто-то из октябрястов показывал, ой, из насы показывал, в каком большинстве данные редактировать, не открывая часть. Это пример тесной интеграции. Пример не тесной интеграции, но пример на уровне пользоваться. Вот вы можете завести себе базу пользователей, которые будут держать пользователей, и они с одним и тем, одним и тем, одним паролем, будут в эту систему ходить, и пусть будут. Это такая простенькая интеграция, да? На уровне экспорта и экспорта данных тоже. По сути интеграция, когда вы можете данные из одну систему, а другую перенести их к импортам редактиров. Так вот, практика показала, что тесная интеграция на начальном этапе не нужна. Если у вас нет вообще ничего, вы не можете прийти и сказать, давайте внедрим логул. Помните слайд с от фреска, там было куча галочей, чего он имеет. Вот это все человеку просто не нужно. Пока он не начнет работать с интегрированной системой, хотя бы чего-нибудь, ему внедрять, ему продавать – это бессмысленно. У него глаза на тофию по 10 капель каждая, он на тебя смотрит, он совсем соглашается, понимаешь, что ему это внедрить, пока он не начал работать. И мы пришли к нему, что давайте начнем с единой базовой пользы. Единая базовая польза нужна практически всем. Даже если вас пять человек, простейший перемещаемый профиль, простейший возможный хранилист в домашней директории на сервере, чтобы компьютер сломался, заменили его постоянно новой, просто делировать. Да даже не нужно там реальный перемещаемый профиль, это просто пока это делать. Когда сломался, вот это. Это человек понимает, это может продать. Вот. Таким образом, это, наверное, тоже можно пропустить. То, что, когда человек предлагает, что он часто цепляется за то, что дублируются функциональность. Мы предлагаем, например, календарь Димы, но календарь это не самый дальший пример, календарь, как правило, людям тоже это нужно им пользоваться. Потому что, я имею в виду аллайдера. Ну, календарь, например, вот Дима и Валтлава, они дублируют друг друга, приходится, чтобы где-то их включать. Храняя данных Димы, в Диме есть собственная портфель, в ваш взгляд, есть собственный портфель. Приходится Диме его включать. Это неправильно, возможно, решить это. И после того, что касается интегрирования системы, мы решили сделать, что нам нужно хранить черные данные и хранить данные собственные. То есть, ланда и фразовые системы. Это начальные виды, система, на которую пользы затем двигаются. Мы приходим и говорим, вот вам такая система. У вас будут пользователи, у вас будут локальные данные пользователи, а затем мы в этих системах можем интегрировать. Например, можем интегрировать Simpro. Каким образом? Знаете, что такое Димпро? Вот я это рассказываю. Зимпро это интегрированная почтовая система. Дроп-инт, так сказать, для окчайнов, почта, календари, совместная работа, папки, файлы и так далее. Интеграция на уровне просто пользуется. Просто пользуется, тем же самым лагерным паролем он зайдет. Пока никак вы должны с интеграцией, потому что это можно сломать мозг соответственно вашим клиентам. А потом, когда они уже придут работать, например, с перемещаемым профилем, придут работать с Зимпрой, они уже упираются в какие-то проблемы. Вот тут мы уже приходим с Ахайской, тут мы уже приходим с интеграцией портфеля, например, в реальную файловую систему, тут мы уже приходим по руках, тут мы уже приходим с доминальными решениями, приходим с истористом, двое, двое и так далее. Наш проект образовался именно в 100 месяцев. Наш проект продолжает, просто я уже рассказывал вам о нашем проекте, в основном, в первую очередь, поэтому я, если вдруг остались, это сохранилось с 20-х лет, освежу память за наш проект. Это проект по созданию примещаемых профилей на базе Linux и Windows. То есть, наш сервер основан на открытом оба модулятора, NFS и сами, соответственно, для Windows и Windows, и этот проект предлагает примещаемые профили для Windows и Windows, в чем единственный будет некрасивный. Пользователь может завести учетом. Для этого учета вы имеете одинаковые файлы на рабочем столетии, в Майдокумент и Windows, что очень сильно упрощает миграцию. Изначально был разработан для образовательного учреждения для дежуковского технического колледжа, сейчас мы его используем чуть дальше. У нас пока сайт не готов, для этого решения сайт будет готов в мае. Вы его сможете скачать, потестировать по счету. Собственно, именно таким вот ползком через простенькое внедрение сначала интегрировать чуть-чуть, потом побольше, 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 мы занимаемся в том, что продаем наши решения. В настоящий момент мы туда интегрировали. Так, мы храним пользу из зоны, как я сказал, храним там на файлной системе. Почему экспресс надо спрашивать у наших инженеров? Я не знаю. В том числе сейчас мы входим на айскрассе, то есть у вас хранилище сетевое встроенное средство зрения правства опять же. Сейчас у нас в эту систему интегрированы терминальный инсерв ЗИМ, РАС, 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 ТОЛГМИТИЛС, МУНГУ, УКИРОВ, это социальная программа. Таким образом, мы можем прийти с этим маленьким ядрушком, закинуть, посадить его, может, что он вырастет, кто вырастет. Собственно, вот. Кто не успел прийти? А, перспектива ВЛСАР. В перспективе мы планируем все-таки доделать автоматической интеграцией и тому подобные штуки, то есть сделать из этого решение технической интеграции, которая более растребована более крупными игроками, которая уже хотя бы небольшой такой интеграцией изначально натурализирована. Вот. Надеемся, нам активно сотрудничать в других проектах новой интеграции, то есть нам открыто для любого сотрудничества как техничества, так и коммерчества. Если наши, так сказать, технологии совпадают, то пожалуйста. Вывод. Можно задать вопрос? Давайте вопрос. Вопросы. Вопросы за. Да. Сколько у нас сейчас человек в компании и сколько здесь программисты? Ну, инженеры. Это смотря как считать. Дело в том, что постоянных сотрудников у нас человек 6, а все остальное это команда набирающаяся под проектом. То есть от и до. Но у нас самая крупная мы собираем команду по 20, по 25 человек. У нас был очень крупный проект, внедрение один в школах на целях, нашу команду. Отлично. Спасибо. Всем спасибо. Первую половину уже было, вторую. Сколько у вас заказчиков за пять лет? Два, три, сто, двадцать тысяч. Ну, если таким категорием, то сто, то сто. Ну, не сто меньше, но не три. Мы интересованы компании именно ради того, чтобы много, для этих заказчиков. Нам интересно иметь два-два друга. В отдельном полиции все мы не бесили. Нам интересно много. Вопрос, коллеги. Где вы в Нижнем Новгороде сидите? Отлично, не больно. Заходите. Вопрос конкретный. Нет, расскажу. Так, еще вопросы? Спасибо. Спасибо.